К тому, что из Армении все чаще и чаще звучат заявления о готовности этой страны к заключению мирного соглашения с Азербайджаном, мы уже привыкли. Другое дело, что далеко не всегда мы видим реальные шаги к миру со стороны официального Еревана. Вот и на сей раз мы услышали речи очередного голубя мира, коим решил обернуться вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Отдельно напомню о том, что еще в январе 2022 года в Москве состоялась первая встреча спецопредставителей Турции и Армении по нормализации двусторонних отношений. Так вот Армению на переговорах представлял Рубен Рубинян, а Турцию бывший посол в США Сердар Кылыч. То есть, Рубинян является активным участником процессов, идущих в нашем регионе после окончания 44-х дневной войны. Это, очень важный момент. Важно и то, что процесс нормализации армяно-турецких отношений всегда был взаимосвязан с процессом окончательного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Да, после исторической победы Азербайджана в 44-х дневной войне, оба этих процесса сдвинулись с мертвой точки. А после блестяще проведенной в сентябре прошлого года антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны, эти процессы получили новый импульс. Армения регулярно заявляет о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы. Плюс, активно реализовывается процесс демаркации и делимитации Азербайджана армянской границы. Об этом, кстати, Рубен Рубинян и рассказал в своем выступлении на 10-м парламентском форуме BRICS. По его словам, Армения готова продолжить процесс демаркации границы с Азербайджаном и в короткие сроки подписать мирный договор. Он отметил, что уже демаркирован 12-километровый участок армяно-азербайджанской границы, на соответствующих отрезках границы размещены пограничные службы обеих сторон. После чего, наступил черед клятв и обещаний. Армения не имеет амбиций за пределами своей международно признанной территории и готова провести конструктивную и интенсивную работу в направлении продолжения процесса демаркации границы и заключения, подписания мирного договора в короткие сроки, заявил Рубинян. А далее он подчеркнул, что Армения не только готова, но и заинтересована стать частью международных транзитных маршрутов путем разблокирования региональных инфраструктур. По словам вице-спикера Национального собрания Армении, нет сомнений в том, что крупные инфраструктурные проекты на Южном Кавказе могут стать объединяющим фактором для стран региона, и не только. Восстановление и открытие транспортных маршрутов на Южном Кавказе должно привести к формированию устойчивой региональной модели системы экономических отношений, заявил Рубинян. Что тут сказать? Для начала стоит напомнить, что миролюбивые заявления из Еревана стали звучать не сразу. До сорока четырехдневной войны из Армении звучали иные, ястребиные речи. Потом начался поиск виновных в поражении Армении в сорока четырехдневной войне, шедшей параллельно с продолжающимся финансированием и вооружением Карабахской хунты со стороны официального Еревана. Так длилось аж до проведения однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, в результате чего Карабахская хунта объявила о самороспуске. При этом, ее оставшиеся на свободе члены регулярно сообщают о том, как руководство Армении вооружало сепаратистов. И это в то время, когда уже начали звучать миролюбивые заявления от руководителей Армении. Как видим, поводов не особо им доверять у Баку куча. Тем более, что сразу после проведения антитеррористической операции на нашей земле, в Карабахском экономическом регионе, Армения попыталась в чем-то обвинить Азербайджан. Даже трибуну Совбеза ООН для этого дважды пыталась использовать. Но все ясное дело, оказалось тщетным. И вот только после этого мы увидели резкий рост миролюбивых речей из Еревана и даже кое-какие шаги в этом направлении. Но есть преграда, которую в Армении до сих пор не устранили. Речь идет о формулировке, содержащейся в Декларации независимости Армении от 23 августа 1990 года, противоречащей принципу территориальной целостности Азербайджана. Верховный совет Армянской ССР, выражая единую волю народа Армении, притворяя в жизнь право наций на свободное самоопределение, основываясь на совместном постановлении Верховного совета Армянской ССР и Национального совета Нагорного Карабаха от Ай декабря 1989 года о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха. Провозглашает, начало процесса утверждения независимой государственности, говорится там. Да, Армения все еще конституционно опирается на решение Верховного совета Армянской ССР от 1 декабря 1989 года, которая давно утратила юридическую силу ввиду упразднения Армянской ССР и самораспуска Карабахской хунты. Азербайджан обоснованно требует устранить эту проблему. И Рубен Рубинян не может не понимать обоснованности, справедливости наших требований, без удовлетворения которых все миролюбивые заявления представителей официального Еревана являются не более чем хорошей мины при плохой игре.